В нашей программе мы ежедневно подсказываем вам варианты домашних развлечений. И, пожалуй, один из самых прекрасных сейчас это кино. И как раз в эти дни проходит онлайн кинофестиваль имени Квентина Карантина. Принять участие могут все, у кого есть снятый фильм. Количество фильмов от одного участника не ограничено. Что интересного для зрителей приготовили авторы, узнаем прямо сейчас у креативного продюсера Центра развития региональных медиа и кино Медиаполис Андрея Зубова. Он с нами на связи. Андрей, привет! Как дела у тебя? Здорово! Я на домашнем! Как впрочем, мы... Да, сейчас тюменцы, как впрочем, и вся страна на самоизоляции. Отличная возможность посмотреть кино. Посоветуй, пожалуйста, три отличных варианта для просмотра. Первый вариант, он сразу из трех состоит, потому что это документальная трилогия «Театр только по любви». Это про наш тюменский театр. Очень рекомендую, зайдите во ВКонтакте в свободном доступе в группе «Точка запятая». Второе. Я не мог ходить в кинотеатры по объективным причинам. И вот сейчас, наконец-то, на платформах стали появляться премьеры, в том числе и «Оскаровские». Я недавно глянул джентльменов. Ну, конечно, дядя Ричи мог. Рекомендую, не пожалейте, там, сколько-то этих 200 рублей на фильм. И тем, кто подписан на Netflix, рекомендую посмотреть «Тронского». Это наш российский сериал с Константином Хабенской в главной роли. Я кайфанул. При условии, что я историю-то так себе знаю. Но после этого перечитал, наверное, статей около 10 таких больших. И даже пару журналов себе купил. Стало интересно, а что происходило тогда в начале 20 века с нашей... Ну, с будущим Советским Союзом, так скажем. Вот три фильмца таких рекомендую. Отлично. Ну, перед тем, как мы начнем говорить про фестиваль, скажи, пожалуйста, я видел тебя однажды в кофте с надписью «Если российское кино не поднимется с колен, это мой косяк». Значит, во-первых, в формате одного предложения оно по-прежнему на коленях? Нет. Российское кино имеет уже отличный рост. Не знаю, что с ним произойдет сейчас, но мне приятно смотреть, наблюдать за коллегами. Оно не на коленях. Это фразе просто уже три года или два. Но продолжаю ее носить, чтобы не снимать с себя ответственности. Да. Во-вторых, фестиваль «Карантина», он помогает в достижении цели поднять его с колен еще выше? А фестиваль «Карантина», он для того, чтобы посмотреть на будущее российского кино. То есть те, кто сейчас снимают короткометражки, снимали их два года назад, года через четыре-через пять они будут делать сериалы. На платформы, для кинотеатров будут делать фильмы, ну и далее. Вот поэтому, на мой взгляд, познакомиться с этими будущими авторами стоит. А еще иногда стоит посмотреть вот тех начинающих ребят, которые, ну, как мы, для того, чтобы понять, что кино надо уметь делать. Потому что там есть очень много бытовых сложностей, и кино – это очень сложный процесс. Так что, ну, как говорится, сомнительного контента тоже будет достаточно много. И мы вот этот фильтр хотим организовать, чтобы ноунеймы со всей страны, благодаря фестивалю «Квентина Карантина» помахали друг друга ручкой и получили нового зрителя. Вот давайте сейчас чуть подробнее о фестивале, да, я зашел на сайт перед нашим звонком, посмотрел, там мы все суперкреативно оформили, там что-то доктора, санитары, тепловизоры и прочее, прочее. Но если простыми словами, то есть у каждого человека была возможность переслать фильм от трех до пятнадцати минут любого жанра, но какие-то критерии-то отбора, они же, наверное, были? Да, мы поставили планку до пятнадцати минут, там должно быть соблюдение базовых норм законодательства Российской Федерации, ну, то есть не оскорблять, не обижать, не унижать, не убивать, ну, то есть вот такие вот, как бы, вещи. Это первый, мы называем это тепловизор, это первый отбор по принципу наличия дисклеймера, наличия ценза, там, ну, какой возраст может смотреть это кино, вот, поэтому базовые были такие. Ну, когда мы поняли, что большинство фильмов больше пятнадцати минут, ну, там, кто-то хочет, там, шестнадцати-минутный или восемнадцати-минутный фильм отправить, мы решили тоже с ними не спорить, говорим, отправляйте видео одно. Каждая минута, как один раз вы моете руки, у нас фестиваль направлен на то, чтобы все мыли руки, такая глобальная миссия, все режиссеры отправляют вот на таком фане, мы позволяем даже каким-то ограничителям спадать. Вот, ну, я их назвал, они такие очень простые. Ну, скажи, пожалуйста, ну, те фильмы, которые были отобраны, правильно я понимаю, что мы их можем посмотреть в паблике ВКонтакте в вашем, да? Да, есть группа ВКонтакте, ВКонтакте является официальной площадкой этого фестиваля, поэтому там будут все трансляции, все фильмы. Мы сейчас договариваемся с партнерами о том, чтобы открыть второй этап заявок, потому что сейчас пошел, ну, увидели фестиваль, и люди стали досылать, а мы заявки уже закрыли, и такие, давайте вторую волну заявок откроем, чтобы было больше контента. И тут же стали проявлять себя, ну, так сказать, опытные киноделы или мастера своего дела, которые говорят, а я готов выступить с лекцией, ну, вот в такие-то дни. И таким образом наш просто вот этот локальный, ну, замут, веселуха, она сейчас может превратиться в такую интересную платформу, куда подключатся и профессионалы киноиндустрии, киноотрасли, и новички, и там будет и просмотр фильмов, и врученный наград, как следствие, и все. Поэтому все смотреть во ВКонтакте. Социальная сеть ВКонтакте, группа, фестиваль имени Квентина Карантина. Слушай, ну вот про второй поток это любопытно, однако я, это, наверное, будет потом, я просто вспомню, что финал планировался на 10 апреля, то есть он будет 10-го или он передвинется? Ну, мы же оперативно реагируем на все новости, так как до 30-го сидим дома, теперь мы второй, второй поток у нас как раз будет приниматься, по-моему, до 8-го числа. Вот вчера мы прям это обсуждали, что мы прям сильно продлеваем, а вот вторая волна будет как раз до 8-го апреля. Образовачи мы планируем с 9-го по 12-е апреля, и потом у нас подведение итогов будет аж после 26-го апреля. Вот с 20-го по 26-е будет самая подробная медкомиссия, мы будем отбирать шорт-лист фильма. В общем, на весь апрель теперь растянется фестиваль, он проживет с нами все это время, пока мы находимся дома. Андрей, огромное тебе спасибо, будь здоров, самое главное. Вам напомню, с нами на связи был креативный продюсер Центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис» Андрей Зубов. Короткое резюме, ищите ВК Паблик Онлайн, кинофестиваль «Квентина карантина», смотрите хорошее кино, выбирайте лучшее, но главное, оставайтесь, пожалуйста, дома.